Привет, друзья! На связи Мария Семочкина. В этом видео мы разберем второй вариант сборника Рохлова 2022. И начнем мы с первой части. Долго оттягивать не будем. Поехали! Первое задание. Рассмотрите таблицу общие признаки биологических систем. Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный в таблице вопросительным знаком. Смотрим. Признак живого – обмен веществ. Пример обмена веществ – фотосинтез в листе растения. Примером какого признака является деление клетки бактерий? Ну, тут, конечно, долго думать не приходится. Это либо размножение, либо воспроизведение. Оба ответа будут засчитаны. Я напишу воспроизведение. Второй вопрос. Это новое задание этого года. Нужно предсказать результаты эксперимента. Читаем. В эксперименте, опять же, почему-то испытуемый, а не испытатель, исследовал некоторые характеристики среды во время приготовления кефира в лабораторных условиях при температуре 14 градусов, как в напитке при этом изменится насыщение спиртом и количество дрожжей. В этой линии, судя по опыту уже второго варианта, чем меньше думаешь, тем меньше ошибок сделаешь. Нам однозначно сказано, что речь идет о метаболизме дрожжей, потому что их количество должно измениться, и изменится спирта количество. Определенно, значит, нам нужно проанализировать процесс спиртового брожения. В анаэробной среде дрожжи в качестве процесса получения энергии используют спиртовое брожение. В результате спиртового брожения побочным продуктом, вернее, не побочным, а результатом процесса является этиловый спирт. Соответственно, при температуре 14 градусов дрожжам вполне себе комфортно, они активно едят, они активно эту еду используют в процессе выработки энергии, а значит, они получают АТФ, а мы получаем спирт в кефире, и насыщение спиртом увеличивается, количество спирта будет возрастать, цифра 1. С самих дрожжей количество тоже будет возрастать, потому что если им есть, что есть, если они эту еду используют для получения энергии, значит, есть энергия, и они начинают размножаться, почковаться, поэтому количество дрожжей будет возрастать. Сколько нуклеотидов в зрелой ИРНК кодирует фрагмент полипептида из 45 аминокислот? Одна аминокислота кодируется тремя нуклеотидами, значит, 45 аминокислот кодируется, 45 умноженное на 3, 135 нуклеотидами. Здесь немножко, наверное, чтобы запутать нас, написано зрелая ИРНК, наверное, чтобы мы подумали о том... С одной стороны, чтобы уточнить, то есть чтобы мы не подумали, что это пре-ИРНК, там еще куча интронов, которые не вырезаны, а с другой стороны, чтобы мы, наверное, запутались и подумали, ага, там есть стоп-кодон, есть старт-кодон, но стоп-кодон нам точно не играет никакой роли, потому что он не кодирует аминокислоту, а нас спрашивают, сколько нуклеотидов в зрелой ИРНК именно кодируют аминокислоты, 45 аминокислот, поэтому мы просто 45 умножаем на 3, здесь мудрить не надо, это вопрос на 1 балл, то есть чем проще думать, тем легче будет ответить. Вопрос номер 4. Задача по генетике. Какое соотношение фенотипов, то есть внешних признаков в потомстве получится при скрещивании гетерозиготных высоких растений гороха при полном доминировании? То есть мы скрещиваем А большое, А малое и А большое, А малое. Это второй закон Менделя, закон расщепления. При скрещивании двух гетерозигот расщепление в потомстве по фенотипу будет 3 к 1. Ответ нам нужно записать в виде последовательности чисел в порядке убывания, то есть 3 к 1. Задания номер 5 и 6 работают с одним и тем же рисунком, и этот рисунок описывает жизненный цикл. Нам не сказано, чей это жизненный цикл, но мы должны с вами понять, что это жизненный цикл водорослей. И обычно таким образом рисуют жизненный цикл хламидомонады. Мы с вами будем отталкиваться именно от этого. Здесь просто убраны некоторые звенья и подписаны в виде цифр. Каким номером на рисунке обозначена диплоидная стадия жизненного цикла хламидомонады? Диплоидная стадия единственная. Это зигота. Она здесь под цифрой 4. Почему? Потому что зигота это результат слияния гамет. То есть 2 гаметы слились, получилась зигота под цифрой 4. Дальше задание номер 6. 4 стадии из рисунка. Нужно их характеристики распределить по этим 4 стадиям. Давайте, чтобы не путаться и чтобы постоянно не подниматься вверх к рисунку, эти стадии подпишем здесь. Что под цифрой 1? Под цифрой 1 за споры. Потому что бесполое размножение осуществляется именно зооспорами. Зооспоры образуются метозом. Зооспоры. Под цифрой 2 это взрослая особь. Взрослая особь. То есть это обычная взрослая хламидомонада. Сейчас еще хроматофор нарисую. Вот так. Под цифрой 3 это гаметы. Гаметы. Гаметы хламидомонада образуются метозом. Потому что сама хламидомонада, взрослая хламидомонада, является гаплоидной. Ну и под цифрой 4 это зигота. Про нее мы уже говорили. Характеристики. Является подвижной спорой. Зооспорой. Зооспора под цифрой 1. Имеет генетический материал от двух родительских особей. Комбинирует в себе генетический материал от двух клеток зигота. Потому что является результатом слияния двух клеток. Имеет столько же хромосом, что и стадия 5. Стадия 5 это зооспоры, которые образовались в результате миотического деления зиготы. То есть зигота перезимовала. Весной она проснулась. Мейозом поделилась. Образовалось 4 зооспоры. Все зооспоры гаплоидны. Но вот незадачка. Гаплоидными здесь являются абсолютно все стадии, кроме зиготы. И стадия взрослой хламидомонады, и стадия зооспор, и стадия гомет. Что из этого нужно в ответ указать? Для меня лично большой вопрос. Но я вам скажу по секрету всему свету. Но вы сами можете увидеть в ответах. В ответах указан вариант 2. То есть то, что развивается из зооспоры. То есть прямое логическое продолжение зооспоры. Это взрослая хламидомонада. И она логично будет иметь столько же хромосом. Но столько же хромосом будут иметь и зооспоры, которые из этой взрослой хламидомонады метозом образовались. И гометы, которые тоже из этой взрослой хламидомонады метозом образовались. ну то есть здесь как бы и 1 и 2 и 3 подойдут участвуют в оплодотворении других клеток участвуют в оплодотворении гаметы это их характерная черта стадия с самым активным метаболизмом активно метаболизирует та клетка которая активно живет то есть взрослая особь взрослая хламидомонада представлена одной неподвижной клеткой единственная неподвижная стадия в жизненном цикле хламидомонады это зигота поэтому 4 вот такой вот ответ едем дальше вопрос номер 7 выбираем три признака которые не подходят для описания плазматической мембраны растительных клеток читаем имеет белковые каналы для активного транспорта это характерно для всех плазматических мембран содержит полисахарид целлюлозу ой а так как это под подождите тут же нужно выпадающие сейчас я вас запутаю это правильно значит это не подходит нам для ответа содержит полисахарид целлюлозу полисахарид целлюлозу содержит клеточная стенка и соответственно это неверно для плазматической мембраны то есть подходит нам для ответа выполняет барьерную функцию это действительно признак любой плазматической мембраны, а соответственно это неверно нам здесь для ответа. Содержит гликокаликс. Гликокаликс входит в состав плазматической мембраны животных клеток. Для растений не подходит. Участвует в синтезе белков. Цитоплазматическая мембрана не синтезирует белки, они просто входят в ее состав. Значит это неверно, а нам подходит. Содержит фосфолипиды. Они входят в состав абсолютно всех мембран, неважно это цитоплазматическая мембрана или мембрана, которая образует внутренние органоиды клетки. То есть это верно, а нам не подходит. 2, 4, 5, верный ответ. Следующий. Установите последовательность событий, приводящих к секреции вещества белковой природы из клетки. Для того, чтобы секретировать вещество белковой природы из клетки, нужно его сперва синтезировать. Поэтому на рибосомах шероховатой эндоплазматической сети произойдет синтез белка. Пункт 5. Затем эти белки нужно из эндоплазматической сети направить в аппарат Гольджи. Для этого от эндоплазматической сети отпочковывается визикул, в котором находятся белки. И этот визикул, этот пузырек, направляется к аппарату Гольджи. И происходит соединение транспортного пузырька с аппаратом Гольджи. Внутри аппарата Гольджи происходит модификация белка, это одна из основных функций аппарата Гольджи. А затем пузырек с уже модифицированными белками выходит из аппарата Гольджи и направляется к цитоплазматической мембране. Ведь здесь нас спрашивают именно о секреции вещества из клетки. То есть наша задача отпочковать пузырек от аппарата Гольджи и припочковать его к цитоплазматической мембране. Когда она будет к ней припочковываться, вещества выйдут на другую сторону от мембраны. И это пункт 4. Вопрос номер 9. Выбираем три верных ответа, продолжая фразу. Испарение воды растениями, транспирация. И продолжаем. Способствует транспорту воды от корня? Это действительно так, потому что транспирация является одним из двигателей водного тока в растениях. Происходит с одинаковой интенсивностью в течение суток? Нет. В течение дня солнечного и теплого интенсивность транспирации будет выше. Уменьшается ветреную солнечную погоду. Ветер имеет способность отрывать молекулы воды. На этом основано в том числе и наше с вами охлаждение. Мы потеем и на ветру мы высыхаем и охлаждаемся быстрее. Вот с растениями точно так же. Молекулы воды отрываются от листа ветром. Эффективнее, и поэтому транспирация усиливается. Ой, то есть нет, это неверно, потому что она усиливается, а не уменьшается. Регулируется открыванием и закрыванием устис. Это основной механизм транспирации. Устичная транспирация это самая главная транспирация. Есть еще кутикулярная, но ее процент намного ниже. Обеспечивает терморегуляцию. Так же, как и наше потоотделение, транспирация это способ охлаждения растения. Поэтому да. И угнетает процесс фотосинтеза? Нет, это неверно. Транспирация обеспечивает подачу воды к листьям, а вода необходима для процесса фотосинтеза. Поэтому транспирация скорее усиливает процесс фотосинтеза, нежели угнетает его. Правильные ответы здесь. 1, 4, 5. Следующий вопрос. Вопрос номер 10. Ага, интересный вопрос. Здесь нужно установить соответствие между характеристиками взрослых животных и их личинками. Две личинки здесь изображены. Слева это глохидий. Глохидий это личинка моллюсков, двустворчатых моллюсков. Справа это гусеница, личинка насекомых. Распределяем признаки соответственно между двустворчатыми моллюсками и насекомыми. Фильтрационное питание. Характернейшая черта двустворчатых моллюсков. Что им еще остается? Головы нет, просто соси воду. Мантийная полость. Характерная черта абсолютно всех моллюсков. Мускульная нога. Характерная черта тоже всех моллюсков. А двустворчатые моллюски, они в принципе состоят только из тела и ноги. Дальше. Членистые конечности. Насекомые относятся к членистоногим. Значит, членистые конечности это про них. Фасеточные глаза. Характерная для насекомых. Сегментация тела. Характерная для всех членистоногих, включая насекомых. Все просто. Вопрос 11. Установите последовательность систематических групп, начиная с самого низкого ранга. Самый низкий ранг это вид. Осьминог арктический. Виды включаются в состав рода. Рода осьминоги. Род осьминоги входит в состав класса головоногие. Класс головоногие наряду с брюхоногими и двустворчатыми относятся к типу моллюски. Тип моллюски наряду с типом членистоногие, хордовые, плоские черви относятся к царству животные. А царство животные наряду с царствами грибы и растения относятся к надцарству эукариоты. Вопрос номер 12. Какие органы расположены в брюшной полости тела? Желчный пузырь расположен возле печени. И вот прям непосредственно возле печени. А печень находится в брюшной полости. Поэтому да. Щитовидная железа находится у нас на шее. Это явно не брюшная полость. Поэтому нет. Тимус находится в грудной клетке. То есть тоже нет. Пищевод находится тоже в грудной клетке. То есть тянется от глотки и до желудка. Проходит через грудную полость. В брюшной не находится. То есть нет. Желудок находится в брюшной полости. Это без вопросов. Селезенка находится прямо под желудком. Соответственно тоже находится в брюшной полости. Вопрос номер 13. Установите соответствие между характеристиками и структурами глазного яблока. Структуры радужка и роговица. Распределяем. Имеет отверстие зрачок. Зрачок находится в радужке. Это один. Преломляет лучи света. Радужка непроницаема для света. Это плотная структура. Она не осуществляет преломления. А вот роговица, несмотря на то, что она прозрачна, имеет толщину. А значит имеет способность изменять направление луча света. То есть преломлять его. Два. Роговица. Является частью сосудистой оболочки. Роговица относится к белочной оболочке глаза. А вот радужка как раз таки является вариантом сосудистой оболочки. Один. Обладает прозрачностью. Прозрачна роговица. Радужка это то, что придает окраску нашему глазу. Голубые, карие и так далее. Регулирует размер зрачка. Зрачок это отверстие в радужке. Значит регулирует размер, диаметр зрачка. Именно радужка. И имеет мышцы. Для того, чтобы регулировать размер зрачка, нужны мышцы. И поэтому это тоже радужка. Один. Два. Один. Два. Один. Один. Вопрос номер четырнадцать. Установите последовательность прохождения нервного импульса в рефлекторной дуге кожного болевого рефлекса человека. Любой рефлекс начинается с рецепторов. И неважно, кожный это болевой рефлекс или какой-то другой. Главное, что это всегда рецепторы. Рецепторы. Болевые рецепторы стопы. Пункт пять. Например, мы наступили на что-то острое. Сигнал от болевых рецепторов по чувствительному нейрону направляется в центральную нервную систему, в спинной мозг. Чувствительный нейрон в спинной мозг заходит через задние корешки спинного мозга. И именно чувствительные нейроны, отростки чувствительных нейронов и образуют эти задние корешки. Поэтому три. Затем происходит обработка информации. Обработка происходит в самом нервном центре, который образован вставочными нейронами спинного мозга, головного мозга. В общем, неважно. Пункт один. Дальше сигнал от вставочных нейронов передается на двигательные нейроны, которые уже должны заставить нас совершить какую-то реакцию на причиненную нам боль. И сигнал уходит по двигательному нейрону к рабочему органу. А двигательные нейроны выходят из спинного мозга через передние корешки и образуют передние корешки спинномозгового нерва. Ну и, наконец, сигнал по двигательному нейрону приходит к рабочему органу, четырехглавой мышцы бедра, которая заставляет нас отдернуть ногу от того, что причиняет нам боль. Вопрос номер 15. Прочитайте текст и выберите три предложения, которые описывают биологический прогресс. Поехали! Для начала скажу, что признаками биологического прогресса является высокая численность, широкий ареал и расширяющиеся, продолжающие расширяться, и увеличение количества популяций или систематических категорий. Поехали! В настоящее время серые крысы встречаются на всех континентах мира, от них полностью свободны только полярные и приполярные области, то есть очень широкий ареал. Это признак биологического прогресса. Между пальцами задних лап у них имеются плавательные перепонки, поэтому они хорошо плавают и ныряют. Но это, конечно, элемент адаптации, хорошая адаптация, но это не признак биологического прогресса. Серые крысы живут около полутора лет, не сильно много, это тоже не сильно показатель биологического прогресса. Численность серых крыс на Земле очень велика, численность это один из признаков биологического прогресса. Вид серая крыса продолжает занимать новые территории, то есть продолжает расширять свой ареал и образует множество популяций. Это тоже признак биологического прогресса. Ну и на всякий случай читаем пункт 6. Как у всех грызунов, у серой крысы спереди резцы покрыты твердой эмалию, а сзади эмалиевого слоя нет. Ну знаете, бобры это тоже грызуны, но они почему-то не в биологическом прогрессе. Следующий вопрос, вопрос номер 16. Распределяем примеры по типам доказательств эволюции. Простите, поехали. Ласты дельфина и плавники рыбы. Если мы их сравниваем, значит это сравнительно анатомические доказательства. 2. Отпечатки листьев папоротника. Это отпечатки каких-то древних папоротников на каких-то древних породах, поэтому это палеонтологическое доказательство. Многососковость у человека. Это пример атовизма, то есть того, что было когда-то у предков, а у наших предков млекопитающих не больше сосков, чем у нас. И этот признак утрачен у нас в современности, но иногда проявляется. Это сравнительно анатомическое доказательство. Мы сравниваем себя сейчас с нашими предками в прошлом и находим черты сходства, даже если они проявляются редко. 3. Филогенетические ряды хоботных. Это разновидность палеонтологических доказательств. К палеонтологическим доказательствам относятся отпечатки, останки, остатки, древние, оставшиеся где-то там, филогенетические ряды и ископаемые переходные формы. Вот три примера палеонтологических доказательств. Филогенетические ряды среди них. 4. Окаменелости аммонитов. Окаменелости это явно что-то древнее, это палеонтология. Редуцированные тазовые кости у кита это рудимент, то есть задних конечностей у кита уже давно нет, а вот тазовые кости почему-то есть. Это сравнительно анатомическое доказательство. Вопрос номер 17. Выбираем три верных ответа из шести, что является примерами фотопериодизма. Осенняя миграция журавлей. Безусловно, длина светового дня уменьшается, для журавлей это сигнал, пора лететь. Прорастание семян весной. Непосредственно свет не является сигналом для прорастания, но свет прогревает землю, а вот уже прогрев земли является сигналом для прорастания. Поэтому это опосредованный, но фотопериодизм, потому что семена прорастают именно весной. Мечения территория медведями. Они это все лето делают, поэтому это не фотопериодизм. Начало калашения пшеницы при длинном световом дне. Несмотря на то, что здесь указан световой день и даже его длина, это не фотопериодизм. Короткодневные и длиннодневные растения это явления зональные. Чем дальше от экватора, тем длиннше летом световой день. То есть длиннодневные растения это растения северных широт, а короткодневные это растения более южных широт. Это не зависит от сезонности, от весны или от осени. Это характеристика приуроченности к широте места обитания. Поэтому нет. Вспышка численности саранчи зависит от еды саранчи, поэтому нет. Впадание сурков в спячку это фотопериодическое явление. Тепло-светло, сигнал, вернее наоборот, тепло-светло перестает быть, и поэтому это сигнал для сурков, что пора спать. Один, два, шесть. Вопрос номер восемнадцать. Распределяем характеристики между типами планктона. Зоопланктон и фитопланктон. Зоопланктон это планктон, образованный животными, фитопланктон это планктон, образованный растениями. Растениями, либо цинобактериями. Включают в себя гетеротрофных простейших. Простейшие это животные, значит это зоопланктон. Представляет первый трофический уровень. Первый трофический уровень это уровень продуцентов, производителей органического вещества, то есть фотосинтезирующих организмов. Это фитопланктон. Представлен дафниями и циклопами. Дафни и циклопы это рачки. Рачки это животные, животные это зоопланктон. Включают в себя цианобактерии и диатомовых. Диатомовые это водоросли, цианобактерии это фотосинтезирующие бактерии, значит фитопланктон. Производят первичную продукцию. Первичная продукция образуется в результате фотосинтеза, то есть это продукция, которая образуется из неорганических веществ. Органика, которая образуется из неорганики. Первая продукция. Это то, что делают в результате фотосинтеза растения, то есть это фитопланктон. Может вызвать цветение воды. Цветение воды вызывают водоросли и цианобактерии, то есть тоже фитопланктон. Вопрос номер 19. Установите последовательность, которая способствовала зарождению жизни на земле, согласно теории опарина. И вот здесь я попалась в ловушку, заложенную этим вопросом, потому что я не особо внимательно прочитала. Я увидела здесь появление автотрофных микроорганизмов, ага, автотрофия, фотосинтез, кислород, и увидела формирование первичной атмосферы. И какая-то у меня автоматическая связь связалась. Фотосинтетики, образование кислорода, формирование озонового экрана, значит это дальше. Но нет, первичная атмосфера это атмосфера, насыщенная теми газами, из которых изначально по теории опарина складывались первые органические вещества. Поэтому именно сформирование первичной атмосферы мы с вами начнем. Из газа в первичной атмосферы и из воды в первичном бульоне, первичного океана, сформировались первые простые органические вещества. Первые сахара, первые аминокислоты, первые нуклеотиды, четыре. А уже из этих первых простых органических молекул сформировались, образовались биополимеры, синтезировались биополимеры, белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды. Из них образовались кооцерваты, а из кооцерватов пробионты, то есть первоклетки Из этих пробионтов уже потом сформировались настоящие клетки, среди которых и автотрофные микроорганизмы, то есть первые фотосинтезирующие бактерии Вопрос номер 20, осталось чуть-чуть в первой части Рассмотрите рисунок, укажите организм, обозначенный знаком вопроса Укажите тип биотических отношений, отображенный на рисунке, и его характеристику Ну, поехали! Организм по цифре 1 это актиния То есть здесь изображен классический пример симбиотических отношений актиния и ракотшельник Актиния это кишечно-полосная, ищем ее здесь, актиния по цифре 7 Дальше, тип биотических отношений, это классический пример симбиоза Его еще можно назвать не симбиозом, а протокооперацией, потому что это необязательный, в принципе, для обоих организмов тип отношений, но взаимовыгодный Но здесь нет протокооперации, поэтому отмечаем симбиоз А дальше нам нужно охарактеризовать этот тип биотических отношений Какие характеристики здесь есть? Одностороннее использование одним организмом другого без нанесения вреда Это комменциализм, когда одному хорошо, а другому пофигу Нам не подходит, здесь обоим хорошо Взаимовыгодное сожительство, включающее пищевые связи, это оно Пункт 8 Ну и, наконец, вопрос номер 21 Проанализируйте диаграммы, на которых представлена мышечная сила правой кисти мальчиков в возрасте 13 и 14 лет в разные годы Смотрим Слева мальчики 13 лет в 1960, 80 и 2015 года Справа мальчики 14 лет в те же годы Что, какие выводы мы можем сделать? Что мальчики в 1960 году 14 лет были намного сильнее, чем мальчики 13 лет То есть при переходе, при приросте в один год у них значительно возрастала мышечная сила Дальше, у мальчиков 80 года прирост мышечной силы в правой руке был, но намного меньший То есть тут чуть-чуть буквально вырастает столбик А в 2015 прироста вообще уже нет Итак, первый анализ сделали, теперь читаем утверждение внизу и выбираем только три тех, не три, два тех, которые относятся непосредственно к этому графику и являются либо анализом этого графика, либо прямым следствием из этого графика, ничего не додумываем Первое, сила кисти рук прямо пропорциональна возрасту мальчиков Прямо пропорционально, значит, чем больше возраст, тем больше сила Но в 2015 году этой закономерности нет У нас одинаковая сила, что у мальчиков 13, что у мальчиков 14 лет Значит, этот пункт не подходит Разница в силе правой кисти между мальчиками 13 и 14 лет из поколения в поколение сокращалась Разница действительно сокращалась То есть в 60-м году разница была большой В 80-м году она уже еле заметна, а в 2015-м ее нет абсолютно Поэтому да, этот пункт нам подходит Третье, в каждом следующем поколении кисть у подростков становилась слабее Это не совсем корректное утверждение, потому что здесь не все поколения приведены Между 80-м годом и 2015-м очень большой зазор Там несколько поколений скрыто, и мы не совсем можем их проанализировать Но, однако, действительно, в каждом следующем поколении кисть у подростков становилась слабее То есть динамика, она была в любом случае Конечно, возможно, что вот где-то здесь, где мы не исследовали, был вот такой скачок Но у нас его нет, анализируя те данные, которые только есть В принципе, такая закономерность отмечается Но давайте прочитаем следующее, чтобы уж быть окончательно уверенными В прошлые периоды рост мальчиков Про рост тут вообще ни слова нет, поэтому не подходит Сила кисти рук подростков уменьшалась, так как они меньше занимались спортом Мы не знаем причины этого явления, поэтому минус То есть единственные два пункта, которые здесь однозначно подходят Ну или хотя бы хоть как-то подходят, это пункты 2 и 3 На этом с первой частью мы разобрались Надеюсь, что ты ответил так же, как и я И это все не вызвало у тебя никаких вопросов А если вызвало, скорее иди заниматься До экзамена осталось не так много времени Всего 7 месяцев А материала очень много Поэтому отправляйся учить Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...